В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Марина Назарова. Здравствуйте! В нашем БУЗе состоялся благотворительный показ балета «Золушка» при поддержке ЮРГУ. Организаторами выступили Челябинская областная детская клиническая больница, Искорка фонд и хореографическая школа «Качели». В последний вторник ноября по всей России с 2012 года проводят акцию «Щедрый вторник». Именно в этот день ЮРГУ прошел благотворительный однактный балет «Золушка». Организаторы – Челябинская областная детская клиническая больница, Искорка фонд, хореографическая школа «Качели» и ЮРГУ. На сцене актового зала ВУЗа выступили более 150 танцоров, самым младшим из них всего 5 лет. Вы знаете, это замечательный формат, когда дети дают концерт детям благотворительных целей. Вообще воспитание в детях благотворительности – это очень тонкий процесс, который мы должны делать с самого юного возраста. Балет «Золушка» состоялся в Международный день благотворительности. В поддержку к спектаклю была объявлена акция «Подвешенный билет». Каждый желающий мог купить билет в качестве подарка семьям с детьми из числа подопечных из Искорка фонд. Люди охотно предлагают свою поддержку, то есть предлагают ту возможность, которую они могут дать. А мы уже берем совместно и эту возможность воплощаем в реальность во благо других нуждающихся детей. Ведущие роли исполнили победители и призеры международных и всероссийских конкурсов. Исполнительница главной роли Таисия Черникова выступала в платье примобалерины Челябинского театра оперы и балета Татьяны Придеиной. Именно в нем Татьяна также танцевала партию «Золушки». Было очень волнительно, но когда ты начинаешь танцевать, то все вылетает из головы и ты живешь именно этим танцем. После спектакля у меня осталось очень хорошее впечатление, поскольку я сделала все, что могла и вложилась в танец на полную. На спектакль было куплено 800 билетов. 300 из них стали подарками в рамках акции «Подвешенный билет». Всего собрали более 200 тысяч рублей. Я считаю, что очень важно помогать и очень здорово, что есть в том числе вот такая возможность помогать, совмещать это с чем-то красивым, с культурой, с музыкой, с искусством. То есть есть возможность и помочь, и приобщиться к прекрасному. Очень благодарна за эту возможность. Собранные средства пойдут на покупку медикаментов и обследования детей, пациентов Челябинской областной детской клинической больницы, а также на покупку мультимедийного оборудования для больницы. Образование и культура, в том числе балет, живопись, высокая музыка Сергея Сергеевича Прокофьева, великая сказка «Золушка» – это, я еще раз говорю, очень много духовных ценностей, которые сегодня в дефиците. И поэтому врачи, учителя и наши дети, я считаю, ученые, наука – это будущее всего мира. Все собранные средства от продажи билетов были переданы Челябинской областной детской клинической больнице и благотворительному движению «Искорка фонд». На базе Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ прошла седьмая международная конференция инноваций в спорте, туризме и образовании. В программе – пленарные, секционные и стендовые доклады, открытые дискуссии и другое. В учебном корпусе СИГМА прошел первый день седьмой международной конференции инноваций в спорте, туризме и образовании. Спикеры из разных регионов России, а также Ливаны и Сербии представили свои научные доклады. Такие конференции должны проводиться по мере того, как появляется тема для обсуждения. И здесь, наверное, все-таки в первую очередь хотелось бы пожелать и студентам, и преподавателям, чтобы такие темы появлялись регулярно, и в связи с этим можно было бы регулярно собираться для того, чтобы обсуждать. На конференции затронули вопросы анатома физиологических особенностей тела киберспортсменов, инновационных технологий в спортивном питании, создания 3D-пространства в области физической культуры спорта и другие. В стране много происходит процессов. Мы поставили цели, что касается того, о чем я объявил по поводу киберспорта, это раз до определенных высот вырасти. То есть это уже приземлить здесь, в Южном Уральском государственном университете, значит, школу киберспорта приземлить. Дальше есть предложение посмотреть на федерацию спортивного программирования. Здесь ее тоже сделать, чтобы она была как федерация. Программа рассчитана на два дня. Для участников конференции будут проведены пленарные, стендовые и секционные доклады, а также открытые дискуссии. Каждый год конференция очень интересная, поднимаются достаточно актуальные темы. Интересно то, что разные спикеры из других университетов, профессора, иностранные тоже профессора есть. Это вообще очень интересно, послушать опыт других университетов и регионов. Статьи про шею лицензирование на конкурсной основе будут опубликованы в юрналах. Труд-крут. Студенческие отряды ЮРГУ вошли в число победителей областного конкурса. В конгресс отелей «Малахит» состоялась торжественная церемония слета студенческих трудовых отрядов Челябинской области. Слет посвятили окончанию 59-го трудового семестра. Мероприятие открылось вынесением знамен бойцами студенческих отрядов. С приветственным словом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Губернатор региона отметил результаты трудового семестра. Мы будем и дальше поддерживать наши студенческие отряды. Ребята, я хотел бы сказать вам огромное спасибо за ваш вклад в развитие региона в целом, в развитие нашей страны. Пожелать дальнейших успехов. Спасибо, что вы каждый день доказываете, что труд-крут. Самое значимое достижение этого года – выигрыш знамени лучшего студенческого отряда на стройке «Мирный атом» в городе Озерск. Впервые за семилетнюю историю стройки отряды Челябинской области одержали победу среди 46 студенческих отрядов. Можно сказать, что сегодня мы стартуем в 2023 год и одна из глобальных целей – это принять участие во всех всероссийских проектах. В этом году их было 19. Очень интересно, хватит ли у нас сил и возможности принять участие во всех, потому что их география от Владивостока до Калининграда в прямом смысле этого слова. И, конечно же, участвовать в огромном количестве социальных инициатив. И самое главное, чтобы идеи и инициативы ребят были реализованы, увидели свой свет, а ребята получили тот колоссальный жизненный опыт, который они получают в студенческих отрядах. За различные достижения лучших бойцов студенческих отрядов наградили почетными знаками и грамотами российских студенческих отрядов, почетными знаками Челябинских областных студенческих отрядов, благодарностями российских студенческих отрядов и другим. Также были вручены благодарственные письма за организацию продвижения студенческих трудовых отрядов среди награжденных исполняющий обязанности ректора ЮРГУ Александр Вагнер. Прошел с замечательными результатами, мы поддержали победу. Номинация сервисная отряда, наш отряд «Авалон» победил, он стал победителем, получил золотой мастерок. Также наш штаб Южно-Уральского старшего университета занял второе место в конкурсе штаба. Я считаю, что это замечательные результаты, поэтому все ребята большие, молодцы, они на самом деле хорошо поработали через силу трудового семестра. И я искренне надеюсь, что эта работа на этом не остановится, будет идти дальше, а мы будем сейчас их поддерживать. Награждение отрядов проходило по различным номинациям. Лучший студенческий педагогический институт, лучший студенческий отряд проводников и другие. Студенческие отряды Юргут, Анкоград и Штиль заняли второе и третье место в номинациях лучший студенческий строительный отряд и лучший студенческий сервисный отряд. Для меня очень важным стал этот год, потому что я была в должности, отряд очень многого смог добиться, мы с ними замечательно проводили время. И, наверное, мои основные награды, которыми горжусь больше всего лично я, стала лучшим комиссаром России на всероссийском проекте. И теперь я комиссар года Южноуральского государственного университета. Так что, наверное, год был пройден не зря. Ездили на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» в Азерске, строили атомный реактор, получили море впечатлений. В СС «Мирный атом» включает в себя производственную и комиссарскую деятельность, то есть это танцы, песни и также строительство в рабочее время, но и остальное во внерабочее. Также это спорт. Наш отряд всегда отличался крепкими производственными показателями. Отметим, что в этом году бойцы студенческих отрядов работали на традиционных локациях, в числе которых Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», а также на множестве объектов «Газпрома» и других. В нашем университете прошел Всемирный день борьбы со СПИДом. Вот уже более 30 лет данный праздник отмечается в первый день зимы. В Юргу прошел Всемирный день борьбы со СПИДом с целью повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции. Мероприятие состоялось совместно с Челябинским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными болезнями». Илья Ахлюстин, психолог независимого исследовательского центра, есть мнение, ответил на вопросы, связанные с ВИЧ, провел викторину о базовых знаниях ВИЧ-инфекции. 1 декабря день борьбы со СПИДом и мы всех просвещаем в этом плане о ВИЧ-инфекции, говорим о путях передачи. Ну и самое главное, чтобы каждый человек, в том числе и студент, мог задуматься о сохранении собственного желания. Сегодня у нас будет такой квиз, это такая интеллектуальная игра, в которую будут участвовать студенты и за определенные вопросы будут получать подарки. Где можно пройти тест на ВИЧ-инфекцию? Это возле главного входа ЮРВУ, а также в любой поликлинике по месту прописки. И можно пройти этот анализ в центре СПИДа на Шуминской, 16. Возле главного корпуса работала мобильная лаборатория по экспресс-тестированию на выявление антителок ВИЧ-инфекции. Все желающие смогли доступно и безопасно сдать тест и в течение 15 минут получить результат. Состоялось награждение призеров победителей Всероссийской Олимпиады Прометей по политическим наукам. Олимпиада Прометей объединила студентов, изучающих политические науки со всей России. Она проводится среди обучающих вторых по четвертых курсов, бакалавриата и специалитета. Олимпиаду проходят два этапа – подборочный и очный. Сегодня мы проверим уровень знаний наших политологов, наших регионоведов и наших международников. Посмотрим на уровень их эрудированности. Посмотрим, насколько они готовы применять свои знания в практических каких-то заданиях. Посмотрим, как они выступают, как они готовят свои проекты. Насколько они знакомы со своим направлением, со своими предметами, со своими дисциплинами. Очный тур прошел в три этапа – практический кейс, викторина и цитаты. Участники выступили с исследованием, решали задачи, отвечали на вопросы, узнавали авторов известных высказываний. Члены жюри проверяли уровень эрудиции участников, практические навыки и креативное мышление. Во-первых, владение материалом, умение грамотно и четко отвечать на вопросы, самостоятельность мышления, навыки анализа. Ежегодно проверяют свои знания больше 10 тысяч студентов университетов. В этом году это представитель 7 федеральных округов и 39 вузов. Во второй тур прошло 17 регионоведов, 18 политологов, 35 международников. Появилась замечательная группа ВКонтакте конкурса. И через пост я узнал, что можно поучаствовать снова. Ну и сразу же подал заявку, поскольку в том году также участвовал, также первое место было. Мне нравится, что в этот раз уже мы очень смогли встретиться и представить какие-то свои решения и решить, естественно, какие-то интересные кейсы, которые нам подготовили. Победителям Олимпиады вручили дипломы. Их можно использовать для получения повышенной стипендии. Первое место дают дополнительные баллы в ТОП-500. В Сигме прошел День Сколково. В ходе мероприятия представители фонда презентовали актуальные сервисы Сколково и провели консультации по заполнению заявки на статус резидента фонда. В корпусе Сигме прошла диджитал-конференция с целью привлечения новых резидентов в фон Сколково. Проект ориентирован на поддержку инновационных разработок на всех этапах – от зарождения идей до размещения на рынке капитала. И формирует инновационный лифт для непрерывной поддержки стартапов. На конференции присутствовали стартаперы, студенты и преподаватели. В университете сегодня ведется большая работа по поддержке инноваций, по развитию технологического предпринимательства. Поэтому, конечно, очень важно, что здесь мы работаем вместе, сотрудничаем, реализуем совместные программы и так далее. Ну и, конечно, большое спасибо хочу сказать коллегам из фонда Сколково, которые сегодня приехали на наши мероприятия. И, соответственно, из первого курса поделятся информацией о том, чем живет фонд, какие проекты сегодня реализуются, какие проекты в планах возможны на будущее и так далее. Фонд Сколково работает по пяти приоритетным направлениям национальной экономики – энергоэффективность, энергосбережение, стратегические компьютерные технологии, программное обеспечение, медицинские технологии в области разработки оборудования и лекарственных препаратов. Стартапы Сколково – это малые высокотехнологические компании, прошедшие экспертный отбор и получившие статус резидента Сколково. Для получения статуса участника проекта нужно пройти образовательный курс «Как стать участником проекта Сколково». Курс содержит ответы на большинство вопросов о процессе рассмотрения заявки на предварительную экспертизу. Я пришел встретиться с представителями Сколково и узнать, какие меры поддержки они мне могут оказать. В стартапе обязательно должен быть сильный лидер, который сможет собрать и двигать команду к большим целям и стараться выйти на международные рынки. Это инновационная составляющая, потому что, как правило, без нее стартапы находятся на уровне малого и среднего бизнеса и дальше не могут развиться. Фонд в комплексе стал настоящей инновационной системой, в полной мере обеспечивая деятельность малых предприятий практически во всех регионах страны. Прошло торжественное подведение итогов и церемония закрытия конкурсно-образовательного проекта для волонтеров «Юность». В Юргу прошел конкурсно-образовательный проект «Юность» для волонтеров города Челябинска. Проект организован для молодежи, заинтересованной волонтерской деятельности. Торжественное подведение итогов конкурсного этапа, конкурса зрительских симпатий и церемония закрытия состоялись в гранд-отеле «Витгов». Образовательный проект «Юность» представляет собой, что мы вовлекаем сюда активную молодежь, которая хочет себя проявить, хочет себя проявить в добровольчестве, в написании социальных постов, чтобы то дело, которое действительно приносит пользу всем жителям города Челябинска, оно могло дальше иметь больший охват. В рамках проекта завершился образовательный блок. Он состоял из пяти мастер-классов по направлениям событийное, медиа, социальное, экологическое и патриотическое волонтерство. Деятельность в рамках проекта направлена на решение проблем информированности о возможностях проявить себя в качестве волонтера, на устранение стоп-факторов и неподготовленности волонтеров перед работой на крупных городских мероприятиях или социальных акциях. По словам проректора по молодежной политике и социальным вопросам Вячеслава Бурматова, волонтерство всегда востребовано, а стремление помогать поощряется. Это ключевой механизм привлечения как раз вот именно в подобного рода проектах, которые предполагают собой наибольшую массовость, наибольшую открытость, отсутствие какой-либо замкнутости. В проекте участвовала молодежь города Челябинска в возрасте от 14 до 35 лет, заинтересованная в волонтерской деятельности организации городского добровольческого движения. Знакомство, много классных ребят, которые знают много классных вещей, имеют большой опыт с ними пообщаться, поделиться своим тоже опытом и проверить себя как-никак, что я знаю, чего добился за эти годы. Как-то так. Проект реализован профсоюзным комитетом ЮРГУ при поддержке управления по делам молодежи администрации Челябинска. Команда Высшей школы экономики и управления ЮРГУ заняла первое место в конкурсе «Лучшее профбюро Уральского федерального округа». В ноябре прошел конкурс «Лучшее профбюро Уральского федерального округа». В нем принимали участие представители студенческого самоуправления из университетов Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей. Слет состоялся на базе отдыха МГТУ имени Носова. По итогам конкурса победителями стали студенты ЮРГУ, команда состояла из пяти человек. Подготовка к нему была очень изнурительная, очень сложная. Пришел он в принципе отлично, все конкурсанты показали себя очень хорошо, была достойная конкуренция, но мы оказались сильнее и доказали то, что ЮРГУ может быть лучше во всем. В конкурсной программе 8 испытаний, также образовательные блоки в области студенческого самоуправления и испытания, направленные на укрепление знаний студенческого актива в области защиты прав студентов. Это очень много нормативно-правовой базы, которую мы должны были узнать, очень много подготовки до, и когда мы уже приехали, очень сложно было поддерживать тот же запал. Мы пообщались с другими командами из других городов, университетов, узнали очень много нового, а также сплотились с нашей командой. Это был удивительный опыт, который мы бы хотели повторять из раз в раз. Программа конкурса позволила повысить качество работы органов студенческого самоуправления в области защиты прав студентов, закрепили их в ходе решения реальных кейсов, а также получили обратную связь от экспертов. В Высшей Школе Экономики и Управления уже 4 года как существует своя профсоюзная студенческая организация. В каждой академической студенческой группе есть профорг. Все эти ребята решают социальные вопросы, которые возникают в ходе студенческой жизни. Мое главное, конечно, это оформление материальной помощи, социальной стипендии для студентов Высшей Школы Экономики и Управления. После победы на региональном этапе команда представит Уральский федеральный округ на всероссийском конкурсе на лучшее профбюро «Ты лидер». На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах YouTube и YouTube, на платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин